Всем привет! Меня зовут Бычинская Анна. Сегодня еще одно интервью с нашим абитуентом Института Интеллектуальных Киперметических Систем. Опять же, как вы можете понять, человек не из Москвы, а у нас сегодня замечательный город Казань. И Хисалиев Джалим. Джалим, привет! Всем привет! На какое направление ты к нам поступаешь? 10.03.01. Информационная безопасность. Опять же, традиционный вопрос. Почему выбрал МИФИ и данное направление? Что тебя привлекло? Вообще, вузы в России, которые хорошо обучают информационной безопасности, не так уж и много. Так что список, из чего выбрать был не такой уж и большой, это ИТМО, МИФИ, МГУ, да и в принципе, Баумана, может, уже. Ну, мне понравился именно МИФИ тем, что я вообще сюда поступаю по Олимпиаде ПВИ, по льготе ПВИ. Вот, и организатор Олимпиады НТИ по информационной безопасности был как раз УСНТИ, ну, с организатором. И мне понравилась вот вся эта работа проделанная и так далее. И, действительно, то, что преподаватели, которые бы подготовили задания, были из МИФИ, ну, что, соответственно, говорит о уровне подготовки этого вуза. Вот, ну, естественно, выбор был на МИФИ. А вот ты сказал про Олимпиаду НТИ, как мне известно, у тебя была Олимпиада НТИ по информационной безопасности. Да. Можешь немножко рассказать про Олимпиаду, про направления и почему как бы выбрал именно это? Почему именно информационная безопасность? Да. Так, ну, хороший вопрос. Вообще информационная безопасность начала лекарства лет 14, может. Тогда первый раз поучаствовал в соревновании СТЭП, Capture the Flag формата. Вот, то есть это мы решали задачки по информационной безопасности, как ни странно. То есть где-то что-то взломать, где-то что-то найти, где-то что-то устранить изюмность и так далее. Вот, и начали кассов лет 14, продолжил. Собрали команду небольшую, 4 человека со всей России, со всей, ну, из, так сейчас скажем, Москва, Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург. 4 человека команда. Вот, и, соответственно, в составе этой команды начали играть в соревнования Capture the Flag, Attack Defense. Выигрывать что-то там начало получаться, и так пришли к Олимпиаде НТИ. Вот, вообще я туда ездил 2 года подряд, это в этом году и в прошлом. Вот, в прошлом году взял призера, в этом году тоже взял призера. Вот, направление очень интересно само себе. То есть это неформально нагружает твой мозг. Много векторов к получению результата есть в информационной безопасности, и это действительно притягивает людей в эту область. А вот ты сказал про команду, может быть, можешь сказать нам название. Я думаю, те, кто, знаю, как бы немножко к этой сфере относятся, CTF, им будет интересно посмотреть, может, ваши результаты и подобное. Так, ну, на Олимпиаде НТИ мы выступали под названием «Бобальт». Вот, заняли второе место в команде в этапе. А до этого, до этого тоже был «Бобальт». Ну, там несколько раз переименовывались, но там незначительные были соревнования, поэтому результаты там найти сложно, знаешь. Вот, я не знаю, знаешь ли это или нет, у нас в МИФИ, как раз на информационной безопасности, есть своя команда CTF. Ребята, как, ты, может, планируешься влиться в их команду или тоже сделать свою, может быть, есть мысли на этот счет перспективы? Ну, как пойдет. Я, на самом деле, сейчас не могу говорить. Можешь мне, ну, можешь, действительно, ввалились в существующую команду, можешь, создам свою. Ну, пока ничего сказать не могу. Хорошо. Хорошо. Вот, информационная безопасность. Может быть, есть какое-то, ну, это такое обширное направление, может быть, есть какая-то часть, которая тебя сейчас намного больше привлекает, чем другие, ты бы хотел, наверное, в нее больше погрузиться и заниматься вот ей чуть-чуть побольше. Так, ну, вообще, интересно, есть две темы для меня, это пентест сетей, например, Active Directory. Вот, также еще интересует и ПУ-направление, то есть на очень нескором языке. Там, там, Assembler и так далее. Мы специалисты по информационной безопасности ищут уязвимости в приложениях и взламывают их. Ну, это очень интересно. И вот ты, когда в самом начале ты перечислял несколько вузов, которые выбирал, и в итоге, как вот, насколько мне сейчас известно, сейчас у тебя согласие лежит в Уфе, и ты, как вот, сразу у нас участвую в интервью на СОИН к нам поступать. Был ли какой-то фактор, какая-то причина, которую, скажем так, выделила Мефис среди других вариантов, которые ты рассматривал? В рейтинге вузов, я думаю, не на последнем месте, в топах висит ваш вуз. Вот, и второй фактор – это конкуренция бывышников на направлении. То есть, если вот сейчас, в данный момент, 55 заявлений из 60 бюджетных мест, то, ну, это о чем-то говорит, значит, направление стоящее. Хорошо. И так как ты, скажем так, абитуент из другого города, опять же, у меня вопрос, как вот, что ты ожидаешь от, скажем так, от Москвы, от того, что ты к нам приедешь, там, готов к этому, или, может быть, есть какие-то страхи, сложности, или уже, вот, скажем так, нацелено учиться 4 года здесь и уже готов к всему? В Москве я был больше 10 раз. Город очень прекрасный, мне очень нравится. У него есть там такой темп жизни, который очень бодрит и мотивирует. Так что, я думаю, с одним удовольствием буду учиться. Вольешься в московский темп. И тогда, что ты посоветуешь ребятам, которые сейчас так же, как и ты, абитуенты поступают и решают, что им делать дальше? Что бы ты посоветовал? Развиваться в этом направлении дальше, если не хотят образ информационной безопасности, потому что очень-очень-очень интересное направление. Вот. Подавайте согласие. И, в принципе, ожидайте результатов. Спасибо большое, Джоли. Если у вас будут вопросы, вы можете их писать в комментарии. Я уверена, Джоли с радостью на них ответит. А так, подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новыми выпусками. До встречи в НИАОМИФИ. Пока. До встречи в НИАОМИФИ.